Музыка Так, ну вот сегодня прием у нас впервые, наверное, на моей практике такой, да, и очень активно идет, вот, как это дальше будет, вот, все это, алгоритм. Все те граждане, которые были приняты, их обращения будут зарегистрированы, и органами прокуратуры проведены проверочные мероприятия. По результатам уже проведенных проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования. В случае выявления нарушений будут приняты меры к их устранению. А, скажите, Наталья Александровна, Вы лично будете давать ответы каждому? Да, безусловно, но мы ответы будем давать, наверное, не лично каждому. Их обращения будут зарегистрированы, и органами прокуратуры проведены проверочные мероприятия. По результатам уже проведенных проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования. В случае выявления нарушений будут приняты меры к их устранению. Ну и, соответственно, безусловно, проверочные мероприятия будут проводиться совместно и прокуратурой Сухоложской городской, и областной прокуратурой. С привлечением специалистов Департамента государственного строительного и жилищного надзора. И по результатам будет уже сообщено заявителям прокуратурой Сухоложской. Скажите, вот как Вы считаете, вот эта практика приема, допустим, на местах, вот она все-таки действована, реально? Вот мы будем такую практику продолжать? Да, очень многие моменты вскрываются, когда приезжаешь и видишь их на месте. То есть есть такие ситуации, которые, в принципе, и устранимы. И устранимы, в общем-то, легко. Люди просто не всегда даже обращаются в органы прокуратуры. Когда это уже идет какой-то массовой, так скажем так, информация и поток граждан, тогда уже люди начинают вскрывать эти проблемы. При этом эти проблемы могут действительно существовать. Вот как сегодня про дома, которые находятся в аварийном состоянии, женщина сказала. Я не думаю, что эта ситуация родилась внезапно. И что, в общем-то, как сказать, возможно, ситуация, что они просто скрывали. Ну, не ставили вопрос вот так вот ребром, как было поставлено сегодня. Не все же идут жаловаться в прокуратуру. Поэтому такой, скажем, порядок выездных, проведения выездных встреч с гражданами, приема граждан. Это очень действенно. Ну, мы продолжим такую практику. Вот нас приезжают министры, например. Вот, допустим, вы считаете, что эту практику можно продолжить? Ну, я считаю, что эта практика, безусловно, продолжится. Потому что это, в общем, говорю, имеет результат. И, ну, то, что в Сухоложский городской округ и в Сухой Лог мы будем ездить в системе, я не гарантирую. По области есть много других территорий проблемных. И, собственно говоря, выезды совершаются системно. То есть такая практика есть? И она действована? Вообще, хочу сказать, что в прокуратуре области организован систематический выезд по приему граждан в разные территории. И об этом доводится, ну, как на территориях, да, сведения граждан, информация. Просто единственное, что это упорядоченный более-менее процесс, который связан с графиками, то есть с графиком нашей работы. И мы, соответственно, приезжаем не вот так внезапно, как в этот раз, а, как правило, заранее предупредив всех об этом.